Первую часть ролика про путешествия в Узбекистан мы посетили Ташкент и Бухару. Наша веселая и дружная компания отправилась дальше исследовать прекрасный Узбекистан. Впереди нас ждут новые приключения, новые города и места, которые мы сейчас и увидим. Наше посещение Самарканда выпало на пятый день нашего путешествия. Скорый комфортный поезд Афро-Сяб вывез нас из Бухары. Ворота Самарканда – красивый вокзал, оформленный в национальном стиле. У вокзала нас ожидал автобус с нашими чемоданами, которые приехали из Бухары. Привет, Самарканду! Самарканду, здрасте! Нас встретил гид Виктория. С ней нам предстояло за несколько дней познакомиться с этим прекрасным городом. Говорит, салам алейкум! Алим, 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 алим! Да-да-да! Салам алейкум! Рум-тум тур нашего номера. Отель Grand Samarkant. Так, девушка тут уже живет. В номере. Гардероб, сейф. Мотор-клозет с душевой. Все компактненько. Так, где ты, Горжбассейн? Вот прям. С птичкой. С птичкой. И замечательный вид на крыше. Раздельные кровати. Да кошмар вообще. Все как я просил. Адрей! Адрей! Чаша добра. Да-да-да-да. Да-да-да. К чему приводит совместный отдых? Вот это называется Регистан площадь в Самарканзе. Это, ребята, какой-то бомбический, огненный, визуальный оргазм. Регистан. Это центральная площадь, на которой расположены три мадресе. Улукбека 15 века, Шардор и Телякари 17 века постройки. Эта площадь – ярчайший пример исламской архитектуры. А почему выбирают эту площадь? Стоит на перекрестке шести дорог. И плюс здесь большой водоканал. Вода начинает высыхать, появляется галька и песок. Поэтому персы прозвали это место Регистаном. Реги, не путайте, это не Боб Марлин. Реги – это песок и галька. Мы прибыли в Регистан в золотой час перед закатом. Тут мы смогли увидеть панораму площади во всей красе, в мягком свете, заходящего солнца. А когда начало темнеть, смогли пройти во внутренний двор мадресе Улукбека. Панель взяли, собутыльники взяли, да? Славит. Ну, кредит доверия был выдан, да. Да, да, кредит доверия выдан и продолжен. Мы не отказываемся. Не отказываемся? Даже с 7 минуты слабость какой-то человек проявил. Ребят, это ерунда вообще. Достойно реабилитацию, да? Нет. Да, человек достойный, достойный. В банке так не делает. А он должен накрыть, он должен накрыть. Все, поляна, короче. Да, с тебя поляна. Ниши внутри двора вели в двухъярусной келье, где жили студенты. Здесь читали лекции по математике, геометрии, логике, естественным наукам, своду мучения о человеке, его душе и богословии. Расположенные напротив здания Мадресе Шердор. Стены Мадресе покрыты цитатами из Корана. На входном портале изображен герб Самарканда. Барса с солнцем на спине. В центре арки помещена свастика. А наверху, особо арабским шрифтом написано Господь могущий. Аллаху Акбар. Наш гид Виктория договорил, чтобы мы поднялись неофициально на один из минаретов, чтобы посмотреть на площадь с высоты птичьего полета. Признаюсь, это то еще приключение. Узкие стены и крутая винтовая лестница, шириной около полуметра. При этом еще знаешь, что минарет наклонен. Наша проходка на вершину минарета заставила пощекотать нервишки. Смотрим на красоту. Какая здесь открывается. Ребята, это просто бомбический вид. Весь Самарканд, как на ладони. Ну и я тут. Моя голова. Устала житель, как на ладони. Моя голова. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, доброе утро. Время почти 7 по местному. По нашему 5 утра. Пробежка утренняя. Что может нас сломать? Переедание? Алкоголь? Да ничего. Бежим по утреннему Самарканду. Здесь, друзья мои, прекрасно и свежо. Лето началось. Бегу и наслаждаюсь. Всем хорошего дня. Доброе Самаркандское утро, да, ребят? Доброе? Доброе. Или не очень доброе? Запечатайте вот эти отмокшие лица. Да-да-да. Отправляемся в путешествие по Самарканду. За новыми впечатлениями. Как настроение? Готовы исследовать Самарканд? Самарканд у нас как бы. Всегда готовы. Вижу приятное округлость лица. Первым пунктом этого дня стало посещение комплекса мавзолеев Самарканда «Шахи-Зинда», что переводится «Живой царь». Мавзолеи пристраивали друг к другу на вершине одного из холмов, начиная с 9 века и вплоть до 70-х годов 20 века. А в нулевых годах 21 века комплекс подвергли глубокой реставрации. Каждый мавзолей как будто соревнуется с другим в своем убранстве и красотой. Несмотря на то, что это ритуальный ансамбль, здесь не возникает минорных чувств. Наоборот, ты понимаешь, что жизнь циклично и логично продолжается и передается от поколения к поколению. Каждое поколение оставляет свой след, чтобы потомки помнили о своих предках. Здесь похоронены родственники Тимура, а также двоюродный брат пророка Мухаммеда. Вот смотрите, типичное строение дома, чтобы никто не знал, кто и как живет внутри. Вот такой длинный коридор. Далее мы отправились в гости к гостеприимным пекарям лепешек. На старых улочках в частном секторе города живет семейство. Их семейный бизнес – пекарня. Они пекут на продажу лепешки. Нам предстоялся шанс познакомиться с ними и посмотреть процесс приготовления и выпечки в огромном тандыре. Нас угостили свежайшими горячими лепешками и крепким чаем. Божественно. Масло бы сюда. Вкусно. Ты приезжай к нам на Восток. Да, здесь сейчас им хватит. Ой, горячая такая. Ну как вам лепешки? Супер. Кайф. Ребенка? Кайфуем. На улице Ислама Каримова расположена соборная пятничная мечеть Тамерлана Биби Ханым, богато украшенная изразцами, резным мрамором и росписями. Мечеть была воздвигнута по приказу Тамерлана после его победоносного похода в Индию в честь его супруги Биби Ханум. Строительство было начато в 1399 году. Место расположения будущей мечети выбирал сам Тимур. В строительстве были задействованы мастера из различных стран. Индии, Ирана, Золотой Орды. Через пять лет строительство было закончено. В ходе строительства ее несколько раз перестраивали. А к началу 20 века она была почти полностью разрушена и утрачена. Но к нашему времени она была восстановлена. Хочешь, чтобы я тебя называл Биби Ханум? Да, конечно. Любимая жена. Мой Тимур. 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 Тимур раз. Тимур раз. Тиму два. Пришли на местную улицу. Тут корт. Тут одни дымящиеся трубы. Обещали супер манты. Мне кажется, что это самые лучшие. Это те, какие нам делали наши женщины. Ну, это безусловно. Наши поиски идеального ресторана продолжались. На сей раз предстояло найти заведение, где готовят идеальные манты. Хотелось найти аутентичное кафе, заточенное на манты. Была цель выйти на новый рекорд по поеданию мантов. Но, видимо, богиня еды и плодородия Церера не была благосклона к нам в этот раз. Наши поиски не увенчались успехом. Это же легенда. У меня такая была машина. Первая моя марка в свое время. С мантами Фальстар. Едем в другое место. Попытка номер два будет. Но мы отправились в не менее замечательный ресторан Афросиоп. Большой, красивый ресторан с вкусной едой. Кстати, Афросиоп – это не только название скоростной линии в Узбекистане. На самом деле, это название местного городища, из которого вырос современный Самарканд. Очень хороший ресторан. Понравился. 8 из 10. Сейчас поедем на какую-то фабрику, где делают бумагу, а потом на местный винзавод. На дегустацию вин. Говорят, что будет хорошо. Увидим. Так, ну что, свежие, довольные лица, да? Слегка округлившиеся, да? Да. Приятная дымка в глазах, да? Все. Идем в центр бумаги. Здесь нам будет показ, как делать бумагу. Недалеко от Самарканда, в туристической деревне Конигил, расположена бумажная фабрика Мерас. Это место славится уникальными традициями ремесленничества, чистейшей природы, тенистыми деревьями, протекающей рядом рекой Сиап. На фабрике было возрождено и налажено изготовление бумаги, древним способом. Технологии, применяемые задолго до появления бумагоделательных машин. Главной особенностью такой технологии – ручной труд. При этом используется исключительно натуральное сырье. По этой причине бумага получается слегка желтоватого цвета, ведь ее не отбеливают химическими средствами. Нам даже дали возможность поучаствовать немного в приготовлении бумаги. Также на фабрике представлены керамическое производство и роспись, а также производство масел. Здесь бережно сохраняют традиции изготовления. Каждый желающий может своими руками попробовать и поучаствовать в процессе. Вернувшись в город, мы посетили мавзолей Тамерлана. Сперва Тамерлан велел построить мавзолей для своего внука. Однако он вскоре умирает сам и его хоронят в этой усыпальнице. Здесь похоронены сыновья, внуки Тамерлана, а также его учитель и наставник. Он был потомком пророка Мухаммада. Мавзолей окружает множество тайн и легенд. Его неоднократно разграбляли, а в июне 1941 года было произведено вскрытие могил Тамерлана. О недопустимости чего гласят надписи при входе в гробницу. По легенде, при вскрытии могил неименуемо последует кара духа Тамерлана, духа войны, что совпало с началом Великой Отечественной войны. В 1950-х, 60-х и 90-х годах производились масштабные реставрационные работы. Были отреставрированы наружные купола, мавзолея глазурь, а также восстановлены два минарета. Это оригинальный 14-15 века камень 1515 года. И вот это сыновья Улубека, духовный наставник, духовник 17-й век, человек, херамист. И вот у Улубека могила, вот она начинается, и она прям упирается в коридор. А это тронный камень. Камерлана. Один раз поставили трон, карнаваля. И все на этом. Он стоит здесь. Доходим в царство Диониса. Следующей остановкой стал дегустационный зал самаркандского винкомбината имени Хавренко, легендарного русского химика-винодела, профессора и главного винодела Треста Жбек-Вино в 20-30-х годах XX века. Старания Хавренко и его последователей не прошли даром. Продукция винкомбината была удостоена множества международных наград, а местное вино нас приятно удивило. А также очень понравился местный коньяк. После винкомбината нас ждал мастер-класс по приготовлению самаркандского плова. В каждом регионе Узбекистана своя версия этого блюда. И каждый по праву считает свою версию лучшей. Простота и лаконичность этого национального блюда, ставшего символом Узбекистана, всегда смешивается с добрым сердцем, открытостью и гостеприимством хозяина, готовящего плов. Мы оказались в уютном дворике, где радушные хозяева и показали нам рецепт приготовления, и поделились теплотою своей души. Девочки, вы уверены, что вы все это съедите? А вам что, не принесли что-ли еще? А вам что, принесли что-ли еще? О, да, вот вам. Замечательно. Не знаю, когда и чем это закончится, Это самаркандский плов. Его надо есть, кушать и получать удовольствие. В порядной аптеке. Десять из десяти. Ты впускаешь, что здесь свой родной Узбекистан, а не всегда действует плов, так и непонятно, что плов был приготовлен с кусочками твоего сердца. Крайний день в Самарканде. Собираемся на выезд. Нет, теплее будет. Вся группа здесь. А Дебра, Сергей. Это мой, ничего, без проблем. А походим, что-то, Иван. Здесь. Должны были. И Диляра. Держите. Это вам, Реситы и сдачи, я так понимаю. Я не знаю, а здесь. Самарканд – это сердце великого шелкового пути. Город издревле находился в центре и на пересечении караванных дорог. Здесь сохранились традиции производства уникальных ковров из шелка по старинным технологиям, которые передавались мастерами своим ученикам. Фабрика Ковров Худжун была открыта в 1992 году. Ее открыли выходцы из Афганистана. Руководитель фабрики Абдула Бадхиси, владеющий более чем 10 языками, с удовольствием провел для нас экскурсию по своей фабрике. Люди думают, что очень тяжело делать. Это очень легко. Мы делаем из сырых снял клетку. И принтер. Да. Но потом вот эту клетку у нас есть один человек, поставили на меря каждого цвета. Он его зовут человек-цвет. Он и цветой человек точно. Здесь налажен выпуск шелковых ковров, изготовленных вручную при помощи крючка и ножниц. Здесь изготавливают ковры только из натуральных материалов с применением органических красок. Опытные мастера вручную способны изготовить ковры с самыми сложными рисунками. А подчас изображение на ковре невозможно отличить от фотографии или картины. Нам разницы нету, потому что работа у нас сделанная. Сколько сделал, столько получает. Но самое главное, что эти люди мы держали с хорошими наставами. Не потому, что мы хорошие люди, мы не хорошие, мы сами знаем. Если они делают от души, будет лучшее качество ковер. Вот что нам надо. За время работы фабрики она привлекла внимание не только туристов. Здесь побывали официальные делегации и руководство многих стран мира. Министерство президента Узбекистана Владимир Владимирович Джон Кирио это человек Абдулозов. Меня тоже Абдулозов. Разница между нами. Он премьер-министр в Малайзе. Я зам дома. Дмитрий Анатолий Вич, Хелерик Лентон. Президент Каррия с президентом Узбекистана. Зам он. Голова Ольхови Анон. Президент Герман. До сих пор он был президент. Вот премьер-министр. Я говорю, много президентов и премьер-министров сейчас были. Для вашей фотографии тоже вот место. Мне вот эти вот гипнотические тоже нравятся. А тебе такие? А тебе такие, да? Присаживайте, пожалуйста. У нас бизнес-класс, вот первый класс. Куда хотите. Также до обеда нам предстояло посетить небольшой город вблизи Самарканда. Ургут. Он знаменит своим местом Чор-Ченор. Что в переводе с фарси. Четыре чинары. Чинар, в свою очередь, известен под названием Платан. Дерево, славящееся своим долголетием и дающим пустую крону. На нем практически нет привычной коры. Имеет мощный ствол, а высоту растет до 50 метров и до 20 метров в диаметре. На территории этого небольшого заповедника растут платаны, которым более тысячи лет. А внутри одного сделана целая пещера, в которой могут находиться одновременно несколько человек. Диаметр подножия этого дерева почти 30 метров. Для мусульман Чор-Ченор – это священное место. На протяжении многих лет верующие читали молитвы в этом саду. Это уникальное место у подножия гор, где чистый воздух, небольшой пруд и горная речка. Чор-Ченор оказался спасительным оазисом в жаркий день. Дав нам небольшую передышку, здесь мы могли спокойно погулять. В самом Ургуте мы посетили глиняную мастерскую. В одном из дворов Ургута радушный хозяин, потомственный гончар рода Рахматулаевых, показал нам весь процесс изготовления керамики, замесы, глины, формования, сушки и обжига. Сейчас вот там, внутри печки, например, вот такая тарелка, в данный момент. Он после обжига вот таким станет. Вот таким станет. Вот так, после обжига. Это мастерскую, что строил мой дед. В умелых руках потомственного гончара из бесформенной глиняной массы мы увидели весь процесс изготовления элегантной вазы на гончарном круге, так как это делали веками вручную. Приехали на обед. Горный перевал вот такой. Барашка кушать. Как настроение? Здорово. Наконец пришло время обеда. На сей раз обед был на горном перевале. Кухня, как всегда, была на высоте. Давайте выпьем за вас, наши красавицы. Бесценные. А мы еще один. Давай только, берите еще один. Это вот ресторанчик, в котором мы были, сидели. Вот как расщельня он находится. Вот здесь такой вид открывается. И вот, кстати, туалет. Туалет практически 95% заведений платный. Несмотря на какой статус этого заведения. Дорогой, недорогой. Вот один или два, наверное, только попадался. И было бесплатно. Это были незабываемые две ночи, три дня в Самарканде, окрестностях. Вы классный человек, еще потому что татарка. Вам огромное спасибо. Очень радует. Счастья вам, да. Здоровья большого. Спасибо большое. Спасибо большое. На этом наше путешествие по волшебному Самарканду подошло к концу. Как не жалко, но пришлось расставаться с этим прекрасным городом, который нас поразил своими красотами, историей, гостеприимством и теплотой. И вновь скорый поезд Афросяб нес нас в Ташкент. Всем привет. Ребята, мы уже в Казани. Наше путешествие закончилось. И, конечно, я не могу не поблагодарить наше турагентство «Вересверт», которое организует туры в Среднюю Азию. И если вы думаете, как провести свой отпуск с семьей или друзьями, то обращайтесь к ребятам из «Вересверт», и они организуют любой, даже индивидуальный тур с любыми запросами на любой кошелек. Это замечательная команда, которая спланировала наше путешествие от и до. А нас на минуточку было 16 человек от двух лет и далеко выше. В общем, мы остались довольны. Я думаю, что это видно по нашему ролику. Ну а прямо сейчас он продолжается. Смотрите. Так, привет, Ташкент! Ура! Привет, Ташкент! Ай-на-ли-на-ли! Ну что, я справился с заданием? Пять баллов! Приехав в Ташкент и заселившись в отель, мы и небольшой компанией отправились гулять по центру города. Тут вовсю кипела ночная жизнь. В эти дни проходил джазовый фестиваль, а горожане и туристы прогуливались по паркам и скверам ночного города. Мы поужинали в индийском ресторане и посетили сквер Амира Тимура, а также прогулялись по местному Бродвею, пешеходные улицы. Даша пришла в свой любимый индийский ресторан. Мы, короче, здесь единственные посетители. Это находится внутри какого-то отеля. И здесь никого нет, кроме леса. Мы здесь один. Что кушаешь, расскажи. Это butter chicken. Мне кажется, самый известный блюдок в индийском. А я ем салат. Такое картошка, лук, помидорки. Чё, как? Всё, успел? Успел. А где лес? Раз, и всегда. Амин сочинял песен. Welcome to the hotel, Узбекистан. Сначала в Липлоу. Сейчас ещё. Сначала в Лисомсай. Так, ну давайте тогда идти в Липлоу. Вот так вот на творчество уже многих пробивает. Сегодня у нас крайний день. У нас будет экскурсия по окрестностям Ташкента. Канадная дорога, озеро. Небольшие горы. Едем в высечённом составе. Один вот сразу загружаем багаж. Микроавтобус. В втором микроавтобусе поедем мы с экскурсоводом Эльвирой. И у нас отваливаются химины, потому что у них Василий заболел. В общем, минус 4 и минус Камила у нас уже улетела. Компания у нас сегодня в сборе, что малышок заболел. Это очень грустно, конечно же. Но в любом случае, надеюсь, поездка нам это не испортит. И что всё, мы проведём замечательный день. Меня зовут Эльвира. Я на сегодня ваш гид. У нас ещё один гид есть сопровождающий. Влад зовут. Вот впереди вам ручка и машет. Да, ну так как всё-таки нас поменьше, мы решили, что в одном автобусе и так будет комфортнее, и так будет правильнее. Ну что, давайте расскажите мне свои впечатления об Узбекистане. Кто первый раз? Вы, наверное, все первый раз. И как вам всем? Супер. Понравилось? Ну супер. Приятно, очень удивил. Прям неожиданно даже. Да. Ожидания были намного ниже. В основном так, приезжают кто россияне, потому что складывается впечатление о Узбекистане, о тех людях, которые там работают, мардикюры. И поэтому... Как мардикюры? Мардикюры, да. Ну гастарбайтеры. Гастарбайтеры, да. Ну они у нас мардикюры, у вас гастарбайтеры. Утром, крайнего дня нашего путешествия, мы отправились на северо-восток от Ташкента, ближе к границе с Казахстаном. В местный природный парк. В это время, в начале мая, собирать первый урожай клубники. Мы решили прикупить на нашу компанию пару ведер, ягоды. Следующим пунктом было место, которое местные называют бочки. Здесь сохранились наскальные рисунки, петроглифы. Это место называлось, как бочки, чинара, да? Чинара, да. Чинара. А сейчас идем к водопадикам, да? Эту природную достопримечательность, горную речку, водопады и скалы с петроглифами, совместились со знаменитым рестораном Чинар, излюбленным местом отдыха местных жителей. Далее мы остановились посмотреть на прекрасную панораму Чарвакского водохранилища. На реке Черчик, между хребтами Тиньшани, площадь водохранилища около 37 квадратных километров. На берегу водохранилища расположены многочисленные пансионаты, зоны отдыха и детские, летние, спортивные, оздоровительные лагеря. Вокруг Чарвакского водохранилища проходит кольцевая автодорога, соединяющая населенные пункты вокруг. Ну давай, скажи, куда мы едем? Это все игрушки из ролика девушки, которые мы смотрели. Добрый день! Какое время суток! Есть чего не понимаю, мерея, кто я? Вот так лучше, кстати. Вот так еще лучше. Ой, все вижу. На гору Амирсой, скажи, Елена. На гору. Готовы? Готовы? Всегда готовы. Готовы? Холодно и голодно. Насладившись видами водохранилища, мы отправились на горнолыжный комплекс Амирсой. Это самый современный горнолыжный курорт Центральной Азии. Он открылся всего три года назад. Подъемники переносят на высоту более двух километров. Здесь открываются заворачивающие виды Тиньшанских гор. Курорт активно застраивается. Для посетителей здесь много шале, ресторанов. Ведется строительство четырехзвездочного отеля. Так, первый фуникулер прошли. Сейчас идем на следующий. Здесь такой ресторан. Сазанчик. Ничего, какая надо. Супер, супер. Итак, друзья. Заходим в знаменитый жестяной ресторан. Зеркальный. Смотрим здесь обстановочку. Оп. Оп. Сидим, ждем заказ. Там оставшуюся часть нашей компании. Ждем, когда нам боятся покушать. Покушаем и поедим. Поедем в аэропорт. На ресторан, где мы сидели. Красота, ребята. Зашли на остановку кафе Файс. Смотрите, какой гром. Ну, тут вид решает. Вид на горы. Это был последний пункт нашей поездки. Дальше мы отправились в аэропорт, откуда наша компания поехала по домам. Компания из Воронежа через Москву, а казанская часть к себе в город. Ну, а что часть из нас думает об этой поездке, каждый расскажет отдельно. Давай рассказывай свои впечатления. Впечатления предфинишные. Потрясающе. Потрясающе. То есть, этого достаточно было. В одном городе два три дня, в другом два три дня. Больше, наверное, не нужно, чтобы это не перешло в какую-то обыденность, чтобы это не стало скучно. Пакистан точно оставил после себя прекрасный пункт. Вообще, я даже понравился. Я довольна путешественникам. Отлично. Мне очень понравилось. Очень насыщенные программы. В Азбакистан. Лайк в Азбакистан. Ой, ну, организатор, конечно. Молодец. Молодец. Хорошая организация. Очень насыщенная. Мне понравилось. Приезжай сюда еще раз. Обязательно. Расскажите о своих впечатлениях. В целом, о поездках. Мне очень понравилось. Меня вообще впечатлил в Азбакистан своими красками, своими ароматами, вкусной едой. В общем, мне очень понравилось. На последний день горы это вообще что-то незабываемое. Всем рекомендую съездить и планирую приехать сюда еще раз. Вот прошло уже более месяца после того, как мы приехали с Азбакистана. И мои впечатления. Конечно, поездка удалась. Несомненно, все это благодаря нашей дружной, веселой компании, которая вложила всю душу в эту поездку. Каждый веселился как мог, как хотел. Получил, наверное, каждый то, чего ждал и даже, может быть, то, чего и не ждал от этой поездки. Ну, самое главное, перечислю. Еда невероятная, архитектурные памятники, куча эмоций положительных, от общения. Ну и, несомненно, люди. Люди в Азбакистане это просто какой-то огонь. Настолько они добродушные, добрые, щедрые, всегда готовы помочь, всегда очень простые, вежливые, аккуратные. У меня, честно, у меня перевернулось сознание и перевернулось все представление о людях и об этом месте. Мы до конца не изучили весь Узбекистан. Остались еще такие места, как Фергана, и Ташкент нами не был до конца изучен. Я думаю, что это еще один повод для того, чтобы вернуться сюда еще раз. Поэтому будем планировать следующее путешествие. Спасибо, до свидания. Спасибо. Все, давай, пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok